Цель России — уничтожить Украину как независимое государство. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Белого дома также отметил, что никто, кроме России, не хотел конфликта. И добавил, что разрешить одной стране безнаказанно удовлетворять свои имперские амбиции, значит подставить под угрозу все, за что выступает Организация Объединенных Наций. Байден осудил мобилизацию, объявленную Кремлем, а также резко раскритиковал российский ядерный шантаж. Какие еще громкие заявления уже прозвучали на Генеральной Ассамблее ООН, смотрите далее в сюжете. Фейковые референдумы, ядерный шантаж и испытания голодом. Тема российской агрессии в Украине звучала в каждом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН. Президент Франции в своей речи назвал провокацией возможное голосование на оккупированных территориях. Эммануэль Макрон предупредил, что такие псевдо-референдумы не будут иметь никакого юридического веса, и никто в цивилизованном мире не воспримет их результаты серьезно. Глава Франции добавил, что те страны, которые до сих пор остаются нейтральными, становятся соучастниками России. То, что мы видим с 24 февраля, это возвращение в эпоху империализма и колоний. Франция против этого. Россия должна понять, что она не может навязать свою волю с помощью военной силы. Даже если проведет фейковые референдумы на территориях, которые раньше бомбила, а сейчас оккупировала. Я знаю, что все еще есть страны, которые выбрали нейтралитет по отношению к этой войне. Я хочу сказать вам откровенно. Тот, кто думает, что они не причастны, ошибаются. Они совершают историческую ошибку. Основой мирового порядка должно стать уважение к законам, а не право сильнейшего. С такого послания свою речь в ООН начал канцлер Германии Олаф Шольц. Глава немецкого правительства фактически повторил тезис Эммануэля Макрона и назвал действия Путина вопиющим империализмом. Анонсированный Россией псевдореферендумы Шольц назвал эскалацией российской агрессии. Если мы хотим окончания этой войны, мы не можем быть равнодушными к тому, как именно она закончится. Путин не только уничтожает Украину, он также разрушает собственную страну. И поэтому мы не примем мира, продиктованного Россией. Поэтому Украина должна быть способна отбить российские атаки. Президент Литвы в своей речи в ООН говорил о российской безответственной ядерной риторике. Гитанос Науседа осудил действия Москвы, которые могут спровоцировать катастрофу на Запорожской атомной электростанции, а также постоянные угрозы использования ядерного оружия. Науседа напомнил о зверствах, совершенных в Буче и Изюме, и призвал создать суд для рассмотрения военных преступлений России. Как мы можем терпеть то, что постоянный член Совбеза ООН ведет войну на уничтожение? Страна жестко презирает мировой порядок, основанный на правилах. Страна, действия которой усложняют поддержку мира и безопасности на всей планете. Польский президент Анджей Дуда сравнил путинскую тактику в Украине с устроенным Сталином Голодомором. Он напомнил, что с самого начала вторжения российские военные целенаправленно уничтожали посевы и сельскохозяйственное оборудование. По предварительным оценкам, в этом году Украина соберет на треть меньше урожая. Польский президент подчеркнул, от действий России страдает множество стран в мире, нуждающихся в украинском зерне. Мы обязаны не допустить, чтобы в 21 веке кто-то сознательно и цинично во имя реализации своих политических целей вызывал искусственный голод с целью достижения своих политических целей, как делал Сталин в 1930-х годах. Причиной нового витка российской агрессии стало то, что в 2014 году мир слишком слабо отреагировал на аннексию Крыма. В этом уверена президент Словакии Зузана Чапутова. Она подчеркнула, что в Украине погибли тысячи невинных людей, миллионы вынуждены были убегать от войны. Множество граждан стран Африки и Азии находятся на грани голода из-за действий России. Демократический мир и все мы должны быть голосом Украины. Голосом, который не будет молчать. Голосом, который будет продолжать свидетельствовать о преступлениях России в Украине. Голосом, который запомнят и который будет действовать. Который сделает все, чтобы никому не было позволено совершать такие зверства. Владимир Путин надеялся захватить Украину и испугать всех нас. Он не добился успеха. Об этом говорят успехи на поле боя в Украине. Сегодня на Генеральной Ассамблее ООН к участникам обратятся новый премьер-министр Великобритании Ли Страс, а также президент Украины Владимир Зеленский. Единственный, кому разрешили произнести свою речь по видеосвязи. Единственный, sponsor colocaviet Путин. Продолжение следуетует...